добрый день дорогие друзья и снова встретились мы в передаче мастерская сегодня поговорим о следующих вещах первое разберемся с таким аксессуаром как мотовило после этого приступим к вязанию нескольких оснасток первое с чего начнем это мотовило разберемся для чего они нужны разной формы и размеров бывает мотовило вот начиная таких маленьких до гигантских размеров почему они нужны нам с вами разного размера то есть если мы берем уклеечный поплавочек вот такого размера да под него нам нет смысла брать вот огромное мотовило и таскать лишнее с собой нам нужно взять маленькая мотовильца в которой будет помещаться поплавок длина должна быть такая чтобы поплавок поместился и при этом не портился никель не антенна вот в принципе и самые основные критерии бывают они вот разного размера и разной ширины также бывают мотовило на несколько сразу оснасток то есть вот данная мотовило это обычно используется на большие поплавки то есть дисковые как правило и на это мотовило можно сразу четыре оснастки прицепить и комфортно их перевозить с длиной и шириной мы разобрались теперь о таких выступах они сделаны не для красоты они сделаны чтобы дополнительно защищать наши поплавки если у нас поплавок круглой формы вот как балонский поплавок и стенки у нас не хватает чтобы сверху его не прижимала то мы можем его переместить сюда и тогда это будет выступать в роли дополнительной защиты очень многие производители делают мотовило стандартных под себя размеров для того чтобы их вставлять было очень удобно в кассеты кассеты можно возить с собой в платформе или кассеты как отдельный ящик для них продаются там крышки и можно комплектовать несколько уровней таких вот кассет некоторые производители комплектуют мотовило вот таким вот черным бегунком это сделано для того чтобы когда мы связали оснастку нашу петельку которая крепится к коннектору удочки мы закрепили за вот этот бегунок и натянули у нас тогда мотовило идет уже полностью сто процентов укомплектованная собой итак дисковая оснастка что же это такое дисковые поплавки это такие достаточно экзотические леденцы их иногда еще называют они используются исключительно штекерной ловли при ловле на течении такая форма поплавка позволяет разрезать воду и при определенном весе держать насадку на дне в нужной нам точке на вот например это 10 граммовый поплавок это 50 граммовый поплавок редко когда пользуется больше размером потому что уже совсем не комфортно проще сменить место ловли потому что поплавок весом 80 и 100 грамм такие тоже бывают но ловить им крайне некомфортно ими пользуются только на соревнованиях когда другого выбора нет почему же дисковый поплавок чем он вообще отличается от обычного классического ну вот например если мы возьмем классическую форму поплавка 8 грамм и нам будет комфортно им ловить на течение то мы сможем его заменить дисковым поплавком практически в два раза меньше грузоподъемность то есть проведем параллель мы берем обычную классическую форму ловим им на течение и нам нужно для комфортной проводки нашей оснастки 8 грамм при этом у нас оснастка становится очень грубая мы можем поменять ее на дисковый поплавок но уже грузоподъемностью 4 грамма и у нас получится точно такая же по качеству проводка но оснастку мы сможем сделать гораздо тоньше деликатнее и подавать качественные нашу насадку что такое провод проводка это то как мы подаем нашу насадку он преподносим рыбе то есть не просто мы ее кинули воду и держим на месте поплавок ждем пока чудо произойдет пока рыба у нас клюнет мы должны красиво и демонстративно преподать рыбе эту насадку мы ее должны как-то заинтересовать то есть если у нас есть какое-то течение мы должны постепенно сплавлять например поплавочек так чтобы у нас насадка волочилась по дну или только чиркала можем делать какие-то определенные микропаузы делать ступенчатую проводку об этом мы с вами поговорим более детально на водоеме нам будет комфортно вам все показать сейчас мы поговорим только об оснастках вот если провести параллель между спортивной рыбалкой любительской то вам не нужно бояться дисковых поплавков это достаточно универсальная снасть оснастка очень простое элементарное вязание сейчас я вам продемонстрирую как это сделать вы убедитесь что это просто будете использовать в тех местах там где вы боялись даже ловить на классическую форму поплавков потому что при забросе у вас классическая форма пролетала вообще и вы не видели ни одной поклевки у вас насадка не достигала даже дна то используя дисковый поплавок вы сможете очень удачно порыбачить в таких местах как например днепр сильным течением на десне очень результативно бывает рыбалка с дисковыми поплавками и вам уже не придется бегать от течения вам придется получать удовольствие от пойманных трофеев итак что же нам понадобится для самой оснастки первое это конечно же поплавок мы выберем 10 граммовый чтобы нам было комфортно вам показать как вязать оснастку дальше леска я сразу хочу о диаметре до рассказать такой момент если я пользуюсь поплавками до 20 грамм я всегда использую леску 016 если поплавки 25 и выше я пользуюсь леской 02 потому что при больших весах очень большая нагрузка на леску на первой же рыбалке она придет негодность мы ее просто выбросить поэтому у меня такое правило до 20 грамм я пользуюсь леской 016 от 20 и там до 50 у меня леска 02 вы можете под себя корректировать это но это как ориентир на что можно опереться при первом своем опыте дальше это силиконовые кембрики ничего сверхъестественного точно такие же как мы используем при обычных монтажах при обычных оснастках ножницы плоскогубчики чтобы зажать дробинки набор калиброванных грузил и я пользуюсь шарами то есть это основное грузило у нас будет не виде оливки как при баллонской ловли или как при обычной маховой удочки мы используем оливку у нас будут вот такие вот большие шары то есть вот мне понадобится для 10 граммового поплавка 10 граммовый шар и сверху снизу мы его догрузим уже маленькими калиброванными дробинками это не пугайтесь это не три шара будем использовать будем использовать один он просто в таких наборах они идут чтоб удобно было и хранить то есть мы отрезаем то шар с прорезью внутри вставлен силиконовый кембрик он нужен для того чтобы не травмировать нашу леску ну вот в принципе и все а и конечно же мотовила мотовила нам понадобится для того чтобы наша оснастка уже хранилась комфортно и нигде не повредилась вам нужно будет еще емкость в которой вы сможете огрузить свою оснастку у меня это колба она метровой длины желательно конечно использовать что-то похожее потому что когда мы будем распределять грузики на нашей оснастке вам нужно чтобы они не касались дна чтобы вы видели правильную огрузку чтобы у вас ничего не нарушило что если у вас даже подпасок ляжет на дно вы будете видеть неправильную картину огрузки и на водоеме будет неприятное разочарование но я вам покажу один примерчик сейчас как можно если у вас не хватает глубины колбы как можно этого избежать давайте приступим первое с чего мы начинаем это с кембриков мы должны подобрать силиконовый кембрик нужного размера по диаметру с нашим килем я знаю что это у нас диаметр 07 поэтому мы берем сразу кембрик 07 диаметра но нету ушка как у обычной классической форме поплавка как же мы будем крепить первую точку крепления есть у нас вот такой вот отвод верхней части поплавка куда мы должны тоже будем одеть силиконовый кембрик это кстати очень удобно потому что это позволяет нам хранить поплавки отдельно от наших оснасток если у вас не позволяет там транспортировочное место ваша кассета или коробка перевозить поплавки на мотовилах такой высоты вы можете всегда их подписать маркером например сделать какую-то пометочку на поплавке сделать пометочку на мотовиле полностью его снять со снастки и положить отдельно в какой-то тубус когда у вас есть и оснастка и поплавок вы всегда можете их соединить это займет буквально несколько секунд но у вас никогда она не повредится то есть это еще одно преимущество дисковых поплавков перед классическая снастка в нашем случае в отличие от классической оснастки нам понадобится не одна силиконовая трубочка а 2 точнее не 2 а полторы даже то есть мы берем целую это у нас будет на низ и на верхней части поплавка мы берем ровно половину силиконового кембрика тоже диаметр 0 7 миллиметра да то есть верхняя часть у нас будет вот таким образом одета а нижняя часть мы делим ее не на три как а при обычном а на два куска то есть будет большая часть которая самая нижняя одевается и примерно сантиметровый отрез у нас будет распределение следующим образом сантиметровый отрезок будет посередине большой отрезок будет внизу и вот эта половинка трубочки будет одеваться вот здесь и вот здесь вот возле самого тела поплавка у вас никакой точки крепления нету в отличие от классической оснастки леска у нас должно проходить через верхний кембри и потом идти сразу средний то есть не не здесь а по такой диагонали давайте сейчас это и сделаем начинаем всегда продевать с верхнего кембрика он средний и нижний когда у нас все кембрики на леске аккуратненько чтобы не повредить их металлическими килями одеваем на оснастку поплавок вот здесь вот если вы заметили я оставил буквально один миллиметр и силиконового кембрика для того чтобы наша леска при проводках при заводе оснастки она не травмировалась об железный киль чтобы мягенько было здесь комфортно так затем одеваем средний кембрик примерно до середины киля и смотрим чтобы у нас наша леска проходила не цепляя тело поплавка то есть у нас должно быть вот такой вот угол можно слегка подвинуть его но не придвигать совсем к телу чтобы она не касалась тела поплавка и в конце одеваем самый длинный кембрик помним одеваем его совсем чуть-чуть чтобы дальше у нас был такой как бы своеобразного противозакручиватель чтобы была жесткая трубочка которая не дает переклестнулся нашей оснастки дальше на оснастку одеваем наш шар шар слегка зажимаю он не нужно прикладывать грандиозных усилий он все равно у нас остается слегка скользящим мы его фиксируем в любом случае сверху минимум одной дробинкой снизу минимум двумя дробинками для того чтобы при частых заводах оснастки у нас не разбивалась вот эти калиброванные дробиночки маленькие которыми мы будем нагружать поэтому снизу надо минимум 2 2 3 дробинки должно быть у нас минимум тогда у нас шар останется всегда на том месте там где мы и запланировали это так какое же расстояние у нас должно быть между основным нашим грузом и подпаском расстояние мы помним наше Золотое правило о том что расстояние между подпаска и основным грузом должно всегда превышать длину нашего поводка длина поводка при ловленой течени классическая длина полут к я дисковыми поплавками это 30 35 сантиметров соответственно расстояния между подпаской и основным грузом должно быть 40 сантиметров больше это уже будет нам тяжело управлять нашей снастью меньше мы скорее всего будем получать на каждой проводке какие-то захлесты нашего крючка об основной груз поэтому расстояние в 40 сантиметров это идеальное классическое расстояние понятно вы потом уже в процессе имея какой-то опыт вы сможете его корректировать но начинать нужно всегда 40 сантиметров теперь ничего сверхъестественного нет мы вяжем петельку на маленьких весах поплавков где-то грамм до 15 я пользуюсь обычной петелькой для крепления поводка на поплавках выше 15 грамм я ставлю внизу также как и намачивая оснастки маленький вертлюжок на сильном течении мы используем маленький вертлюжок для того чтобы предотвратить влияние этого течения на поводок и предотвратить порчу его виде закручивания в нашем случае мы вяжем петельку петелька обычная и внизу ставим подпасок подпасок мы опять же подбираем под вес поплавка если у нас поплавок 10 грамм то теоретически мы можем использовать по правилам спортивной рыбалки подпасок не превышающие 10 процентов от веса все с нас и то есть в принципе при 10 граммов поплавки мы можем использовать подпасок аж до грамма но так как у нас цель это сделать нашу оснастку максимально деликатную то мы логично не будем ставить подпасок целый грамм мы поставим подпасок где-то номера 6 я думаю это будет достаточно для нашей оснастки 6 номер подпаска это получается 0 1 грамм ориентировочно фиксируем наш подпасок с помощью плоскогубца возле самого узелка вот так у нас это получилось подпасок на месте теперь фиксируем наш основной груз нам нужно отмерить расстояние 40 сантиметров я для этого беру матовила я знаю что оно 38 сантиметров и даже написано как бы не надо долго ходать и передвигаю чуть чуть больше чем сама мотовила это у нас получится 40 сантиметров так как у нас груз достаточно большой и теоретически может передвигаться по леске свободно нам нужно его фиксировать дробинками но он у нас достаточно плотно зажат на леске и вот видите свободно не ездит как та же оливочка поэтому нам не нужно большие сильно дробинки ставить сюда чтоб его удержать на месте нам будет достаточно снизу маленьких 2 и сверху одну маленькие ну я имею ввиду тот же там 6 номер также как мы вешали на подпасок во первых она не будет нагромождать свинец вокруг нашего основного груза во вторых если в процессе ловли мы поймем что нам одной дробинки на подпаске будет мало мы всегда сможем с основного груза одну дробиночку передвинуть и одно дело когда мы двигаем дробинку шестого номера она достаточно маленькая подходит для дополнительного подпаска другое дело если мы сюда повесим такие балабы как первый номер там по полграмма мы уже не сможем его использовать в качестве подпаска поэтому давайте попробуем повесить сверху и снизу дробинки шестого номера потом в колбе посмотрим что у нас получилось и Субтитры подогнал «Симон» Так, теперь для удобства, чтобы вам показать, я колбу опущу вниз, и мы проверим, что у нас получилось. Вот теперь та хитрость, о которой я говорил. То есть, видите, у нас достаточно получилась длинная такая оснастка. Не у всех будет возможность промерить ее в такой колбе, в такой длины, глубины. Что мы можем сделать? Мы можем достаточно просто нашу петельку надеть на антенку. То есть, вес поплавка, вес нашего груза на поплавке никак не изменился. Вот мы огрузили нашу оснастку. Мы огрузили ее идеально. У нас получился сантиметр антенны, так как вы видели, торчит над поверхностью воды. Почему это считается идеальной огрузкой? Потому что при ловле на течении часто мы используем разные проводки, о которых мы уже говорили, с разными придержками. То есть, мы кончиком удилища делаем такие микропаузы или полный стоп. То есть, придерживаем нашу оснастку на проплыве, и ее начинают при этом действии приподнимать из воды. И если мы правильно подобрали вес поплавка к силе течения и огрузили так, как вы только что видели, у нас он выныривает из воды ровно на высоту антенки. То есть, все тело поплавка у нас под водой, из воды только торчит антенка. Вы видите, что сам киль у нас наклонен в сторону. И при проплыве у вас происходит, вот при правильной, все подобрано, у вас происходит вот такой ровненький проплыв. Если у вас завалена антенна в эту сторону, течение мы подразумеваем слева направо. Если завалена в эту сторону, значит, у вас поплавок неправильно подобран. У вас он сильно легкий для данных условий. И насадка взлетает на дном, и вы не добьетесь нужного вам эффекта. Если при медленном проплыве у вас антенка наклонена в эту сторону, значит, у вас поплавок слишком тяжелый для данных условий. И у вас насадка просто мертвым грузом легла на дно или волочится. Поэтому нужно добиться идеального проплыва, когда антенка перпендикулярна воде. Это считается идеальным. Наша оснастка готова. Нам осталось ее прикрепить к нашему мотовилу, намотать на него. Для того, чтобы намотать оснастку на мотовилу, нам нужно знать единственный параметр. Это какой длины должна быть наша готовая оснастка. Длину оснастки мы подбираем под наш кит. Кит – это сменная часть штекерного удилища. Я использую кит из четырех секций. То есть я знаю, что у меня его длина составляет 4 метра 70 сантиметров. Зная эту длину и длину мотовила – 38 сантиметров, мы нехитрыми вычислениями понимаем, что нам нужно сделать на мотовиле 12 оборотов. Но не забываем такой маленький момент, что сейчас у нас на оснастке нету поводка. А поводок мы прикрепим к ней 30 сантиметров. То есть мы сделаем на один оборот на мотовиле меньше. То есть, соответственно, 11 оборотов мы сделаем. На этом с вами мы заканчиваем знакомство с монтажом дисковой оснастки для ловли на течении. В ближайшем выпуске и передаче «Поплавочные истории» вы увидите эту оснастку в работе. С вами был Дмитрий Барсук. Субтитры создавал DimaTorzok